Доктор Игорь Шарафуддинов работает сердечно-сосудистым хирургом уже 28 лет. Из-за пандемии ему пришлось осваивать новую специальность. Врач с огромным опытом прошел обучение по инфекционным болезням и теперь каждый день спасает жизни пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Игорь признается, чувство страха при работе в грязной зоне он не испытывает. Время работы в так называемой инфицированной зоне не более 4 часов непрерывно. Потом обязательно надо сменить костюм и какой-то перерыв. Это все соблюдается. Естественно, надо соблюдать санэпидрежим и все должно быть нормально. За моей спиной находится шлюз так называемой грязной зоны. Чтобы попасть туда, каждый доктор обязан надеть на себя защитный костюм. Расскажите, пожалуйста, из каких элементов он состоит? Ну, под защитным костюмом находится хирургический костюм, затем идет защитный комбинезон, лицевая маска с фильтром и две пары перчаток. Главный корпус больницы имени Середавина полностью перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для этого потребовалась колоссальная работа. Во-первых, она затронула систему электроснабжения. Энергии для работы оборудования каждому отделению потребуется больше. Во-вторых, при максимальной загрузке корпуса придется подавать утроенное количество кислорода. Для этого смонтировали дополнительную станцию. Всех людей старше 18 лет с симптомами респираторных заболеваний будут отправлять на компьютерную томографию легких. Кроме того, в больницу будут доставлять пациентов с бессимптомными формами COVID-19 и тех, чье состояние ухудшилось. Кроме КТ, поступившим пациентам сделают общий анализ крови, ЭКГ, а также предоставят возможность проконсультироваться с терапевтом. Пациенты с коронавирусом, которым требуется реанимационный уход, будут находиться в специальных палатах. В больнице развернули 400 реанимационных коек. Одно из отделений уже задействовано в оказании помощи пациентам, которым требуется кислородная поддержка. Остальные отделения реанимации находятся в режиме ожидания пациентов. Продолжается дооснащение больницы реанимационным оборудованием, монтаж точек подключения кислорода. В прежнем режиме в больнице будут работать три корпуса. Для пациентов с хронической почечной недостаточностью, педиатрический и перинатальный центры. Большую часть специалистов задействовали в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.